А здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть в ферму. И у нас, друзья, идет дождик и урожай не созрел. Но, на самом деле, дождик у нас сейчас закончится, а урожай у нас сейчас созреет. Буквально вот с минуты на минуту. Что у нас вообще здесь растет, друзья? Вот здесь вот у нас растет свекла. Здесь чуть-чуть урожай уже созрело. Здесь у нас растет клевер. Пол поля получается. И половина еще не созрела. Это тоже клевер. На большом, на другом поле у нас растет кукурузка и соевые бобы, по-моему, да. Я засеял здесь, получается, поле, ну, пополам. Пополам не получилось, примерно пополам. А также, друзья, на еще одном поле у нас растет рожь. Это с прошлого раза. Не успел я убрать до начала дождя. Начался дождь и, в общем-то, сломал мне всю уборку. Также, друзья, по последним нашим предприятиям, что у нас происходит. В общем-то, алюминиевый лист закончил свою работу, поскольку он забился полностью. Складировать его негде, поэтому пускай лежит. И началось производство медного листа. Может быть, все-таки действительно не хватает электричества. То, что мы поставили в прошлый раз новую вот эту вот штуку топливную, это, конечно, все прекрасно. И топливо мы туда завезли, и оно, друзья, уже давно закончилось. Его прям очень быстро сжирает здесь. Поэтому не очень выгодна эта история, на самом деле. Угля осталось еще много, хотя поставили мы его давно. Будем пока что топиться углем, топливом мы не напасемся на эту электростанцию. Так что пока что вот так. Так же, друзья, у нас мы запустили стройку завода кормов. В общем-то, для этого завода мы и выращивали все. Но завод еще не построен. 76% стройка. Но я думаю, что скоро он построится. Так, дождик вот и заканчивается. Звук перестал дождя, но дождь еще идет. Анимация есть. Поля наши уже созрели, да? Во, и поля созрели. Я же говорил, что с минуты на минуту это все будет. Я знал. Так же, друзья, тут занимался я потихоньку вот этим вот всем делом. Тут и поддоны, в общем-то, немножко появилось еще. Все дело возил на склад потихоньку. Уже по 72 куба того, что у нас растет на теплицах. И по 40 кубов того, что у нас растет в садах. Что-то я сейчас думаю, что свеклы здесь будет прям мало. Я не знаю, сколько будет требоваться всех вот этих вот ресурсов на завод корма. Мы, в общем-то, посмотрим. Но есть вероятность того, что придется потом какое-то поле выделять и что-то выращивать. Хотя посмотрим. Поля-то большие. Чуть что, поле можно будет еще какое-нибудь купить. Тем более, я уже давно это хотел. Также, друзья, ввиду того, что мы давно не строили мосты, у нас немножко поднакопилось ресурсов на постройку мостов. И можно построить еще какой-нибудь мост. Так что, друзья, я сейчас запускаю все вот это вот. Вот, возить ресурсы на стройку и уборку полей. А когда это все у нас доубирается, мы с вами встретимся и будем думать, что будем делать дальше с этим всем делом. Как-то так. Здрасте. Второй раз уже за сегодня. Точнее, уже завтра. Доброе утречко, короче говоря, да. Утро наступило. И что, друзья, у нас происходит? Я убрал поля и засеял их кофем. Почему удобрен он? А, удобрен на 50% потому, что мы отделяли солому. Все правильно. Значит, все вот это вот дело я поубирал. Все наши урожаи. И ночью, друзья, чтобы у нас были какие-то деньги, я занимался контрактами. Что ж еще остается делать? Тут еще два выполнено. Можно их принять. Я старался брать такие пожирнее. Видите, 98 тысяч еще. 47 там были даже и за 100. Всего я их сделал. Получается, выполнено 30 штук. Ну, где-то в 4, по-моему, мы в начале карьеры сделали. Так что, в общем-то, баланс наш немножко увеличился. Что радует. Вот, погнали, друзья, смотреть. Скорее всего, уже построился наш заводик. Надо тогда его запускать. Я вот думаю, как бы опять не было проблем с электричеством. И эту проблему я нашел, как решить. Но пока что нет денег. Так вот, друзья, да. Построился наш завод. Корм для собак. Корм для коз. В общем-то, вот они все наши корма. Овцы и так далее. Электроэнергия сюда не поступает. Потому что надо включить, чтобы поступало. Что у нас на нашем Алкоэ металл? Медные листы производятся. Это хорошо. Электроэнергии, опять-таки, не хватает. Это плохо. На электростанции, друзья, нам надо подсоединить еще, чтобы вот это вот каргелл продукты. Сюда электроэнергия тоже поступала. И да, надо ставить еще на электростанцию хотя бы 2 модуля. Или соляры еще привезти. Лучше и того, и другого. Сейчас, друзья, с электростанцией разберемся. И будем разбираться тогда с заводом. Топливный модуль, друзья, держать дороговастенько. Прям очень дороговастенько. Угольный падла стоит 250 тысяч. Ну, давайте еще один поставим. Сейчас мы для запуска завода еще запустим топливный тогда. Дизельный, который. Вот так вот без дыни его ставим. Это у нас получается шестой. И погнали тогда отвезем сюда солярки и угля. Уголь, друг, повезешь у нас ты. Один раз давай съезди, скатайся. И 30 давайте кубов соляры мы туда тоже отвезем. Это у нас идет модуль номер 7. Давай ей загружайся, потом надо будет нажать кнопочку. С этим разобрались, погнали разбираться с заводом. Возможно, друзья, ялко и металл тогда отключим на время. Смешанный рацион. Производство моносмеси. Значит, давайте по порядку. Производство корма для свиней. Основа корма. Кукуруза просу. Мы вырастили кукурузу, так что все хорошо. Зерно у нас есть рожь. Протеин мы вырастили соевые бобы. Корнеплоды мы вырастили свеклу. Электроэнергия появится. Для коз, друзья, мы также вырастили клевер. Травы у нас прям очень дохрена. Сена у нас нету. А также микс для коз. Красная капуста, яблоки, грушсливы. У нас есть все из этого. Это все выращивается то ли в теплицах, то ли в садах. Так что тоже не проблема. Это у нас есть. Для собак у нас нет мяса и птицы. Так что собак мы заводить сейчас не будем. Для уток опять-таки основа корма, зерно, смесь для уток у нас все есть. Для овец трава, сена опять-таки нету у нас сена. Клевер есть. Тоже в общем-то все есть. Для лошадей у нас нет мелассы. Для ослов у нас тоже нет мелассы. Моносмесь мы тоже можем делать. Также здесь есть производство сена свое. Так что привозим траву, делается сено. Что тоже хорошо. Я думаю, что нам нужно начать именно с производства сена. 500 кубов травы сюда можно закинуть. Давайте в общем-то и отправим кого-нибудь везти туда траву. Вот этот товарищ на 270 кубов. Травы, друзья, у нас настолько много уже, что я ее уже даже продавал. Потому что с клевера, когда включаешь отделять солому, очень много травы выходит. Вместо соломы, грубо говоря, там трава. И ее много. Так вот, значит, ты на мой элеватор едешь загружаться. После чего едешь на кормзавод на разгрузку травы для сена. Получается вот так. Насколько я понимаю, именно так это должно работать. Ну, давай едь, отвози. Один раз. Так как нам придется, кстати, возить поддоны. Давайте, наверное, мы сходим, пригоним туда какой-нибудь грузовик, который возит поддоны. Потому что они у меня стоят отключенные на цементном заводе. Они у меня там мостик строили. Давай едь на склад стройка. Надо там заодно будет автодрайв сделать. Погнал, друг. Было у меня также мыслишка забить вот эти вот силосные ямы. Да, я уже говорил, кстати, может быть я это как-нибудь сделаю. Но если это сделаю, то это будет точно на стриме на каком-нибудь. На сегодняшний день, если он был, то он уже прошел, когда этот ролик выходит. Будем этот силос оттуда потихонечку продавать. Хотя на самом деле, наверное, смысла нету. Потому что вот этот БГА может переварить вот этот вот бункер. Он может переварить за сутки около двух миллионов литров. Я уже проверял. Тесты всякие у нас тоже были. Но с другой стороны, можно будет фрезой отсюда из ям это все достать и съездить продать просто в сараеву весь. Короче, подумаем на этот счет. Можно даже не фрезой, можно даже автодрайву. Ковшом это в грузовики классно грузить. Короче, как-нибудь ладно, я вам покажу. Может быть, когда-нибудь. Так, между тем, наши грузовички туда едут. Вот мост у нас не построен еще. Еще не все мосты построены, но уже почти. Еще вопрос, как быстро этот самый корм у нас будет производиться. И откуда его забирать. Потому что я пока что не нашел. Скорее всего, вот отсюда. Смотрите, вот это похоже на какую-то станцию выгрузки. И вот это похоже на какую-то станцию выгрузки. Это сушка травы, сена. Видимо, отсюда загружать сено. А отсюда, скорее всего, загружать все корма. Или только моносмесь. Непонятно пока что ничего. Но потом будем смотреть. О, ребятушки уже едут. Но это пер-А. И Ман тоже догнал, в общем-то, их всех. Первые два едут на электростанцию. И все они решили объехать здесь. Ну ладно. А, ну въезд там, наверное. Этот товарищ куда-то поехал выгружать траву. Куда? Пока непонятно. Но сейчас мы об этом узнаем. Видимо, вот сюда. Грассдрайер. Честно говоря, вот триггера не подсвечены. А, ну да. Рядом вот здесь. Хай прибыл на склад стройка. Молодец. Так, с траву мы выгрузили. И она, скорее всего, друзья, загружается чисто на сено. Сейчас мы это узнаем. Так, производство сена активно. Электроэнергия сюда поступила. 10 кубов в час переработка идет. То есть, довольно быстро. Это хорошо. А кому там козам нужна была трава? Козам нужна была трава. Но ее сюда не поступило. Значит, это отдельные линии. Что, в принципе, довольно логично. Уголь у нас тоже пошел выгружаться, насколько я вижу. И дизель тоже у нас пошел выгружаться. В общем-то, сейчас три модуля будут работать. Должны будут какое-то время, по крайней мере, много электроэнергии давать. Но топливные падла, конечно, быстро соляра заканчивается. Я так понимаю, если все электростанции подключить, топливный завод не будет справляться с тем, чтобы вырабатывать топливо, которое сможет обеспечивать хотя бы электростанции. Потому что я смотрел сейв человека, который прошел всю игру. У него, во-первых, подкручены топливные заводы, чтобы они работали в 10 раз быстрее. Во-вторых, их 4 штуки стоит. Так что с этим могут быть проблемы. Давайте, друзья, мы остановим вот этого вот товарища. Зачем я опять курсплей вызвал? Не понимаю. И первое, что мы посмотрим, что нам надо для моносмеси. Первое, конечно же, коровки. Солома, силос и сено. Сено 200 кубов, солома и силоса по 500. Знаете, мы можем эту проблему решить другим методом, чтобы привести сразу два ингредиента. Мы, друзья, возьмем вот этого мана. Он у нас с прицепом. И мы ему в кузов закинем одно, а в прицеп другое. Это же логично, да? Мне кажется, вполне логично. Итак, заполняем. Что нам надо туда отвезти? Нам надо отвезти туда силос. У нас, кстати, силоса довольно много. Возможно, тоже его продадим. Не весь, но хоть сколько-то. Так, ты у нас поедешь на выгрузку. Выгружаться ты будешь на кормзавод. Разгрузка компонентов. Пойдет. Вот прикиньте, если там на поддонах все корма выгружаются, это будет так себе. И это, кстати, вполне может быть, потому что в магазине есть поддоны с кормом для всех животных. Но, честно говоря, не очень хочется их покупать. Так, силос мы загрузили. И давай солому. Соломы у нас тоже много. Грузи солому. Мы пока ты грузишь, мы еще глянем, что еще туда надо привезти. Сейчас будем все запускать. Начнем со свинок. Кукуруза. Зерно. Протеин. Черт, как много всего. Так, значит, сейчас будем выписывать все, чтобы не забыть. Ты давай, ядь, разгружайся. Заодно посмотрим, чтобы оно там работало. Кстати, друзья, сколько урожая мы собрали. Бобов собрали. Почти ничего. 93 куба всего. Кукуруза чуть больше. 390 кубов. Свеклы тоже не сильно много. 270. Ржи, понятное дело, много. Клевера 200 кубов. То есть, на самом деле, все довольно грустно. Возможно, придется выращивать потом все эти культуры. Еще неизвестно, сколько наши животные будут жрать. Будет ли им хватать еды. Так вот, в общем-то, нам надо привезти туда кукурузу, рожь, бобы, свеклу, клевер, траву и сено брать там. Плюс еще на поддонах. Надо будет туда тоже скататься. Но это, наверное, в последнюю очередь. Так, этот товарищ проезжает мимо. Видимо, разгрузка с той стороны идет. Там, где вот разгрузка компонентов. Вот Deliveris, да. А вот, кстати, и триггер. Видимо, сюда все и выгружается. В общем-то, все понятно. Погнали. Погнали технику, в общем-то, расставлять. Отправлять. Начнем, друзья, вот с этого вот малыша. У нас очень мало соевых бобов. Поэтому его отправим возить эти самые соевые бобы. Ей, друг, катайся. Ни в чем себе не отказывай. Также у нас есть 200 кубов клевера. Поэтому вот этот товарищ на 50 кубов. Почти 50 кубов. Четыре раза повезет клевер. Давай, друг, погнал. Ты, друг, у нас вместительный. Повезешь кукурузу. Тебе всего один раз надо будет съездить. И то ты полностью не заполнишься. Ты, друг, съездишь, привезешь свеклы. У нас ее как раз 270 кубов. Тоже один раз погнал. И вот этого товарища тогда перехватываем. И ставим его на загрузку. А, ты не уехал. Понятно. Тебе кукурузы мало. Давай не выпендривайся. Этому товарищу ставим загрузку оставшихся компонентов. Это у нас трава и рожь будет. Давай, друг, погнал. В общем-то, все в работе. И все ресурсы привезут, кроме тех, что на поддонах. Но с поддонами мы сейчас тоже разберемся. Значит, нам надо 3 ресурса привезти. Я хочу сделать это за один раз. Мы можем перевезти 18 поддонов за раз. Поэтому давайте выгрузим по 6 поддонов каждого типа. Значит, первый салат, арбуз, помидоры, огурцы. Давайте начнем вот так. Огурцы первые мне попались. Создаем 6 поддонов. Пздынь готова. Второе идет капуста красная. Яблоки, груши, сливы. Яблоки были, по-моему, самые первые. Да, то же самое. Создаем 6 поддонов с яблочками. Я, наверное, кстати, и не прав немножко. Поскольку у нас есть то, что выращивается в теплицах. А есть то, что выращивается в садах. Теплицы работают трохи побыстрее. Но ладно, на самом деле не суть важна. И для кост нам еще нужна малина клубника. Вот малина как раз 6 поддонов выгружаем. А вот они и появились. И все, кстати, появились на одной платформе. Что меня радует. Автодрайв сделаю потом как-нибудь в другой раз. Я, на самом деле, уже сколько, наверное, третий день все вот это вот вожусь с этой записью, с этой серии. Надо, друзья, сделать побыстрее. И хочется уже тоже закончить, чтобы ее смонтировать и выложить на ютубчик. Так, вот она эта кнопочка. Нажимаем ее. Только я, наверное, забыл включить. Нет, не забыл я включить. Но нехорошо произошло сейчас. Ну ладно. 18 поддонов у нас загрузилось. Поехали, отвезем. Посмотрим, как там разгрузка у нас. А кто у нас там повез уголь? Почему он сейчас выгружается? Почему ты поехал несколько раз, а? Стоять. Я ему не указал количество поездок. Я ему указал количество поездок одну. Почему он поехал второй раз? Потому что он съездил заправиться, у него сбросилось. Все, я понял. Едь тогда, выгружай все, что у тебя тут лежит и паркуйся. Мы возвращаемся к нашему ману и поехали. На разгрузку съездим. У нас тут, друзья, походу целая очередь на разгрузку. Да. Ну, потихонечку они разгружаются. В общем-то, ждем. Хотя почему они заставляют меня ждать? Ну ладно, я все-таки добрый. Ругаться на них за это не буду. Пускай разгружаются. Пока посмотрим, что у нас там по электричеству. Раз у нас заработала электростанция, электроэнергия 1000, которая готовится передаться на заводы. И 2000 литров есть уже на самом заводе. И даже уже 3 куба сена есть. Потихонечку все шуршит. Но сейчас все линии запустятся и завод охренеет. От счастья. Знаете, друзья, вообще мне как-то впаду ждать. Только очень долго разгружался. Первый грузовик сейчас еще второй будет. В общем-то, делаем чуть поумнее. Разгружаем все на платформу. И задом сдаем вот так вот. И оно все выгружается. А что не достанет, мы сейчас это на бок все сгрузим. Даже не на бок, а вот так вот мы сделаем. Назад это все скинем. Так, бздынь. И оно все разгружается. Отлично. Так, с тебя мы тогда ставим вот сюда. На всякий случай. Стой пока здесь. У нас, в общем-то, запустились, скорее всего, все линии, кроме тех, которые требуют сена. Знаете что? Давайте-ка мы вот этого вот парнишу. Черт, а свеклы только 70 кубов можно внести. Не посмотрел. Не посмотрел мой косяк. Значит, едет на мой элеватор, разгружая ее. И стой там. А мы сейчас дождемся, короче, какого-нибудь трактора, который сюда приедет. Он же Сибишка по мосту едет. И с помощью нее перегрузим немножко сена в моносмесь. Заводы, кстати, я смотрю, линии точнее. Работают довольно быстро. То есть по 10 кубов. Ага, вру. По 3 куба в час они производят. Но такое, если честно. Ладно, давайте вот этого вот парнишу прервем. Оставим ему две поездки, которые ему осталось съездить. Он их потом съездит. Отвезет. А сейчас по-быстренькому перегрузим немножко сена сюда же. Так, ну и в общем-то вот это вот все тоже начало работать. Получается, все линии, которые мы хотели запустить, все запущено. Это меня радует. Ну и что ж, друзья. Тогда пускай завод этот работает. А в следующий раз мы с вами тогда уже поставим... О, контракт завершен. Так вот, в следующий раз мы с вами поставим все загоны для животных. Купим для этого территорию и сделаем там все красивенько. Поэтому, чтобы не пропустить следующую серию, если вы не подписаны по какой-то неведомой причине, то подписывайтесь. Если хотите посмотреть ее прям вот сегодня, то это сделать можно на Бусти. Тем, кто поддерживает на Бусти, вам, ребята, огромнейшее спасибо за поддержку. Ну и лайки, комментарии, конечно же, ставить не забываем, что-нибудь пишем и как-то так. На этом, друзья, у меня все. С вами был Никита Дилей. Всем спасибо за просмотр. Всем покаки.